Я ни за что не стал бы давать места своим односельчанам, будь они кадыровцы. Это очередной пример лицемерия кадыровской политики. Сначала мы критикуем Турцию, Эрдогана и угрожаем тем, что мы по лицу имени Абдуллаха Джолана, Аджолан, по-моему, его фамилия. Значит, назовем это. Сначала это, а потом на тебя, я там, Кулара, пообщался, меня пригласили, там, все нормально. Выбрать Масхадова президентом была большая ошибка. Хотя я был недоволен Басаевым, но я знал, что он мог взять на себя ответственность, имел амбиции и не дал бы другим создавать группы или банды. Вы знаете, сейчас вот так вот задним числом рассуждать, то есть моделировать ситуацию, это очень сомнительное занятие. Можно точно говорить про ошибки. Допустим, в прошлом, если совершена ошибка, у нее были какие-то последствия, то можно сказать, что если бы вот этого ошибки мы не сделали, то можно было бы избежать ошибок. Хотя, опять-таки, это все, конечно же, дела предопределения, может быть, даже не так, наверное, правильно будет сказать. Правильно будет сказать, что это ошибка, которую совершать нельзя в будущем. Без того, чтобы говорить, как было бы. Все происходит по предопределению. Но моделировать, что если бы мы там сделали бы вот так, то было бы вот так, это уже как бы вообще моделирование того, о чем у нас нет знания. Поэтому навряд ли мы можем вот так рассуждать, если бы мы выбрали тогда другого и так далее. То, что сами выборы вообще не стоило делать, я с этим согласен. Потому что по Конституции у нас на тот момент был президент, законно вступивший в эту должность как вице-президент. Поэтому в этом плане да. Но видите, здесь есть сторонники и обратного, так как эти выборы были признаны во всем мире. То есть, это тоже как бы очень позитивный момент в нашей истории. В общем, здесь очень много таких за и против. Я никогда не говорил, что я считаю Муцараева предателем, насколько я знаю. Поэтому нет, я не считаю его предателем. Кстати, я не слышал, чтобы он какие-то хвалебные песни про них пел. Но и как чего-то хорошего, лестного о нем сказать я тоже не могу. Ответь, пожалуйста, если, например, когда будет Ищхерия, ты будешь давать служебные места своим односельчанам, несмотря на то, что они кадыровцы. Я ни за что не стал бы давать места своим односельчанам, будь они кадыровцы. Вообще надо понимать, что человек, который становится во главе республики или на какой-то ответственный пост в государстве, он теряет вот это право на то, чтобы какие-то вот эти местечковые, как это сказать на русском, узбизмаш, предпочтения. Какие-то вот эти, знаете, типа моих односельчан, людей из моего Таипа, моих родственников. Вот эти вот все, если человек становится, если его народ избирает, это очень важно, его избрали не его односельчане, а не его однотейповцы или родственники. Его избрал народ. Вот если его избирает этот народ, прямыми выборами, там, Шурой он избран, неважно, как бы это ни было, этот избранный человек народом, он принадлежит этому народу. Поэтому вот эти все предпочтения, там, все, человек должен забыть про какие-то даже вот элементарные чаты. Я замечаю, вот мне любят некоторые там свои тейповые чаты и так далее. Больше нет, у тебя не может быть тейповых чатов, дорогой друг. Вот ты теперь избранник народа, у тебя должен быть народный чат. А если хочешь, там, какие-то свои, значит, местечковые вот эти предпочтения, уйди, уйди с поста и занимайся своими предпочтениями. А так, если ты занимаешься вообще общественной деятельностью даже, то ты все-таки принадлежишь этому народу. Все имеют на тебя равные права, и ты имеешь также равные права на всех. Это, я считаю, это очень важное правило, так как есть, к сожалению, злоупотребление каких-то моментов. У нас это было, у нас это и сейчас даже во многом присутствует. От этого нужно, конечно же, уходить. Кто является автором ченского алфабита на латинице? Мне нравится такой формат ченского алфабита, Барак, Лохбик. Я не знаю, кто его автор, скорее всего, там не один, там, наверное, их будет несколько. Есть до сих пор в интернете, я видел даже указ, которым этот алфавит был утвержден. И там, по-моему, указаны фамилии авторов. Но я в этом не уверен. Но на самом деле этот алфавит, он у нас тоже требует доработки. То есть, он не окончательный и неизбежно мы должны будем вносить в него какие-то коррективы в будущем, я так думаю. Так как он не отражает, допустим, некоторых звукам, например, которые звуки есть, а букв нет. Как, например, у нас в этом алфавите есть буква В. Это и на кириллице то же самое, я не говорю, что в кириллице есть. Есть буква В, но у нас в чеченском языке есть еще и буква В, W. Вот это буква W английского языка, она у нас в языке тоже есть. Обратите внимание, что когда мы говорим, допустим, Вир, осел, это буква В. А когда мы говорим, например, Наша, Уай, мы произносим W, W, это Уэ. Поэтому, или, например, много можем таких примеров приводить. Поэтому там этот сам по себе алфавит, он, конечно, требует еще доработки. Но этому есть свое время. Сейчас этим заниматься было бы неправильно. Сейчас нужно сначала, нужно хотя бы этот имеющийся алфавит, его популяризировать. Люди должны начать пользоваться им и только им. Для них это должно быть чем-то естественным, привычным. А после уже, после того, как это станет, войдет в обиход, после того, как его все какие-то недочеты будут выявлены, и тогда, возможно, даже пусть это не обязательно это государство деоккупировали, даже вот в таком формате, это тоже можно как-то дополнять, менять. То есть, возможность такая, я имею в виду, есть. Но для начала нам нужно вот это сначала освоить, понимаете? Оседлать, так сказать, этот алфавит, а потом уже переходить к его модернизации. Томсо, как относишься к лицемерам? Отвращение или ненависть? Ну, первое, это отвращение, конечно же. Презрение даже, вот так, наверное, не отвращение, а презрение первое. А ненависть, она возникает уже в результате их каких-то действий. То есть, само по себе предательство, вот чувак там перешел на ту сторону, допустим, к нему, какая к нему ненависть? К нему презрение. А если он далее уже там что-то начинает творить, то ты уже к этому презрению, у тебя прибавляется уже ненависть. Ну, так, первое, это, конечно же, презрение. Это, наверное, это самое низкое, что может совершить человек, это предательство. Саваб Тумсо Асазан встретился с талибаном, проект Америки. А как быть с Дустумом, который сбежал в Узбекистан от талибов? Конечно. Ведь он был братом для Кадырова, что будем делать с Дустумом? Ну, это очередной пример вот этого лицемерия кадыровской политики. Сначала мы, значит, критикуем Турцию, Эрдогана и угрожаем тем, что мы улицу имени Абдуллаха Аджелана, Аджелан, по-моему, фамилия, назовем эту. Это один из основателей вот этой рабочей партии Курдистана. Террорист, ну, признанный террористом в Турции и отбывающий пожизненное наказание в турецкой тюрьме. Сначала это, а потом на тебя, я там, кулара, пообщался, меня пригласили, там, все нормально. Здесь то же самое. Значит, талибы, террористы. Как он их только не называл, когда вот эти все процессы начались в Афгане. Сейчас уже, видите, дорогие братья, что-то встречаются. Здесь, конечно, вопросы и к талибам тоже есть, но мы воздержимся и пока не будем их озвучивать. Кто для тебя больший враг? Кадыров или путинская власть? С кем бы ты нашел общий язык, а с кем нет? Во-первых, Кадыров – это неотъемлемая часть путинской власти. Это неправильный поставленный вопрос. Здесь, наверное, правильнее было бы сказать, кто для тебя больше враг – Кадыров или Путин? Я считаю, что Кадырова, его вообще нужно обязательно, даже когда мы его упоминаем как врага, нужно приставку делать, что это предатель. Вот Путин, он враг. Понимаете, чем отличается предатель, враг-предатель от врага? Тем, что с врагом с ним договариваются, с ним ведут переговоры. Враг в какой-то момент может перестать быть врагом и стать даже твоим союзником, партнером. Примеров в этом мире просто полно, даже здесь, в Европе. Эти страны в недавнем прошлом были врагами друг к другу, воевали, убивали, миллионами друг к другу, убивали сегодня вообще союзники. Поэтому враг – это такой человек или государство, личность, группа, с которыми сегодня мы враждуем. Очень жестко враждуем. Но завтра мы можем прям очень сильно сблизиться, простить друг другу все то, что было, или перешагнуть и, значит, быть союзниками. А вот с предателями так нельзя. Это очень важное правило. Что бы ни случилось, с предателями ни переговоров не ведут, с ними не договариваются, с ними не союзничают. С ними даже после того, как с врагом у тебя все, допустим, наладилось, вот этот предатель, который перешел на его сторону, он все равно продолжает быть презренным предателем. Вот такой вот ответ на твой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok